Всем привет, друзья! С вами ММА! Сегодня будет просто сумасшедший ролик, потому что вчера один бокс изменил просто весь мой вечер. Я этого даже не ожидал, потому что если вы глянете вот эти кадры... Ба, не судьба, ребят. Ладно, мы в принципе Старку нашли, это тоже неплохо, но наш шанс растет. Я все равно не сдамся, пока на этом аккаунте не открою Легу. Это будет моя битва против рандома. И следующую часть я замочу, когда придумаю, как еще можно обыграть нашего соперника и все-таки сделать это. Вы поймете, что, ну грубо говоря, даже когда у тебя 50, 100, 200, 300 боксов, ты не можешь быть уверен на 100%, что это изменит твой день. Потому что ты найдешь Легу, либо что-то еще выпадет. Ну, в общем, вчера такой день был, и я даже не подозревал, что его нужно записывать. Так что давайте немного окунемся в эту атмосферу. Если, ребята, вам интересное предложение закинуть, я думаю, оно вам понравится. Вот когда что-то находишь и делаешь, стараешься целый ролик для этого, потому что если бы фильм был бы, ну, просто интересен концом, то все бы просто смотрели конец и все. Но, если интересно, сама развязка, то здесь, ребята, это тоже очень важный процесс. Почему именно так? Что, как, обстоятельства? Все эти нюансы. Ну, вот я закину интересное предложение тем, кто любит спойлерить. Если вы, ребята, закиньте тайм-код, то в 2020-м ни одного нового бравлера вы не найдете. Так что погнали. Надеюсь, надеюсь, это заклинание защиты сработает в этот раз. Хотя я точно не уверен. Начнем с того, что вечером я уже подустал, уже хотел идти спать. И такой захожу на твинка младшего ММА. И смотрю, что там есть 4 ключа, то есть 4 собрана для бигбокса. Ну, а 6 еще и нету. Ну, и я смотрю, что у меня ровно 6 новых режимов. Думаю, дай-ка ладно, соберу в каждом из этих режимов по ключу. И, в принципе, будет неплохо. Подумал я, решил это сделать с рандомами, но взял свою любимую тару, на которой мне сейчас заходит играть, и пошел в гемы. Ну, и, кстати, ребята, если вы не обратили внимание в том ролике, который я выкладывал чуть раньше, то есть, может быть, вы этот ролик не смотрели, но фрагменты вы в начале ролика по-любому должны были чекнуть. Если вы перемотали, то истории вам уже особо понятно не будет. Короче, суть в том, что я сказал, да, я этот бой проиграл, но я еще не проиграл всю битву, так что я еще вернусь. И такое возвращение было именно сегодня. И нас, смотрите, как лупят 4-5, они поставили чертика, поставили пушку, но тара то ли притворяется лагающей, то ли реально подлагивает. Пока не особо понятно. Я эти катки, честно говоря, даже не особо вспомнил. Но, блин, у нас состав очень топовый. Два танка и тара, офигенно. Ни одного дальника, я не знаю, куда вообще здесь приму берут, но он здесь вообще абсолютно никак не тащит. Но здесь пошла затяжка, убиваю двоих, и тут остается тара. У тары 5 гемасов, но я накопил на новую ульту, и она начинает затягивать эль примоча. Тут Дэрил с нашими гемами, это тоже очень опасно. И вот здесь, ребята, я делаю обход и затягиваю практически троих, но чуток не хватило. Крова отошел, и меня убивают с двумя гемами. У них и того уже 7-8. 7-8, ребята, но у меня есть еще одна ульта. И я ее сразу, конечно, кидаю. Крова улетает, но эти ребятки с гемами уже не улетели. И тут еще пошла вторая затяжка, но в итоге все, что сделала эль прима, это просто доломал пушку и все на этом. Здесь они уже начинают поддавливать, чтобы отжать гемчики. Но Дэрил не дурачок, вроде вернулся и, в принципе, не сильно лезет. Только, так сказать, в безопасном моменте он вышел. В общем, это первое, ребята, так сказать, ключик, который нам пригодился. Нам еще нужно 5 ключей. Но, понятное дело, все катушки я не буду показывать. Самые интересные покажу. А потом мы еще вживую зайдем в магазинчик и купим мегабокс. Но почему я не делаю сейчас, дабы не спойлерить, что же мне там выпало. И, в общем, ребята, эта катка, она не прям веселая будет, но я ее выбрал именно по одному нюансу. Просто гляньте на бита, ребят. Я своего нико угарнул, реально. Я даже, ну, под вечер бывает, когда вы там что-то интересное увидите, начинаете об этом думать. Начинаете, так сказать, раздумывать, что же это значило. Вот я реально загрузился. Я сидел и думал, что же значит, брутишка, я тебе. Ну, что это значит? Это какой-то мем или что? Ну, или, блин, у него какой-то свой прикол. Как вы думаете, ребят, что это значит? Потому что я реально так сидел, смотрел на его ник, грузился, но так и не решился. Так и не понял, что же это значило. Но, в любом случае, это получилось прикольно. Брутишка, я тебе. Может быть, он имел в виду, что, типа, я тебе, братишка, но только, так сказать, в обратном смысле. Может быть, но, опять же, не уверен. Не уверен, ребят, но это было бы логично. В любом случае, он бы мог написать, я тебе, братишка, так бы было понятней. А вот, братишка, я тебе, это можно подумать еще иначе. Ну, блин, фиг знает. Очень сложный вопрос такой. Знаете, это вопрос на уровне, что будет, если несдвигаемый, неразрушаемый объект будет стоять на пути объекта, который не может остановиться. Вот такой вот вопрос супер жесткий. Я не знаю, что будет. Вот здесь то же самое. Заценим, ребята, вот прикольный еще сейф. Напомню, что я еще потом собрал бой против босса, потом собрал ШД там ключиком. В общем, везде подвигался. Но здесь покажу очень прикольную катку, как мы в соло два метателя затащили игру, потому что, ну, наша Сэнди, она вообще была ни о чем. И все начинается с того, что у нас поражение идет по центру, потому что, ну, Сэнди вышел, просто сдох и все. А теперь они собирают атаку. Мы стараемся закидать их, но они сваливают с болтами и в итоге собирают третьего робота. Но, чтобы вы понимали, в сейфе немного пришло нам понимание, как играть надо. Мы часто играем в турниры, в осаду, в сейф, и тут очень важен контроль. Да практически везде важен контроль, и речь даже не только о гемах. Это очевидно, что в гемах нужно контролировать центр, чтобы собрать гемы. Но здесь есть немного другие нюансы, о которых я, может быть, в отдельном ролике расскажу, если вам будет интересно. Но сейчас посмотрите. Теперь надо выкуривать их. Тут Сэнди, конечно, неплохо накидал, но вы посмотрите крайнюю атаку и увидите, что вообще будет делать Сэнди. Да, он тут старается, там продавил, ульту закинул. Это неплохо, но дефать тоже не помогал особо. Здесь мы убиваем вместе с Дина двоих и собираем. Собираем болтики, чтобы атака была нашей. Джесси решила меня там немного подавить, зарашить. И тут бежит еще Кашевар. Кашевар я тут закидываю ульту, чтобы она не дала остановить робота, чтобы робот дальше прошел сразу к базе. И Джесси подгорает на моей ульте. И мы начинаем закидывать, ну а Сэнди тут просто гуляет. Я не знаю, может его Кашевар не пропускал, но в любом случае ни одной тыки он по базе так и не дал. И на этом, ребята, я после осады, мне остается один ключик. Я его собираю против боссов в бою. И давайте теперь я захожу в свои бравлеры и показываю, что же там. Хотя нет, давайте сделаем так. Я вот, ребята, вам показываю скринчик. У меня было три маленьких бокса, я их открываю. Там нифига, просто чуть голдушки. Ничего особенного. Я прокачал Пэм на 1250. Грубо говоря, стала она 9 левел. И после того, как я прокачал Пэм, ребята, у меня остается один биг, на который я как раз-таки и копил эти ключи, чтобы его открыть. В этот же вечер я его открываю, ребята, и посмотрите, что здесь падает. Это просто жесть. Я реально был в шоке. Я не ожидал, что это выпадет, но все-таки я заборол эту тему. Потому что я говорил, что я еще вернусь, и я по-любому урву свою лего без доната. И все-таки это случилось. 12к кубков, понятное дело, у меня может быть и побольше кубков, потому что у меня 28 бравлеров. Но у меня есть много бравлеров, которые по нулям. Хотя по поинтам они уже на 9. Тупо голды не хватает, ну и как-то не заморачивался, не прокачивал. И вот он, ребята, круч, круч, офигеть. Я даже видос не записывал. Вот я лежал, но я думал, что надо пойти и включить комп. Это немного напряжно было. Думал, да что один бигбокс открою? Ну и что с этого будет? Я много раз в надежде на что-то интересное заранее там, ну 5 боксов собрал, пошел, включил запись. Но нифига. А тут вот такое вот дело. Это было очень прикольно. И давайте мы с вами откроем бигбокс, мегабокс. Посмотрим, сколько дадут поинтов. Потому что поинты сейчас будут падать только на кровь. Так как остальные все по поинтам на фул. И вот у меня 1200 бравлеров. Бравлеров есть, 1200 бравлеров. Прикиньте, сколько это кубков. Даблеры, блядь. Даблеры у меня есть. И магазин. Магазин сменится только через 11 минут. Так что давайте мы откроем это прямо сейчас. И на этом будем подводить ролик к концу. Давайте биг. 80. 40. А тут? Блин, 40. Блин, ну это вообще мало. Ну тут 300 хотя бы. Фуф. 150. Что-то, да. Губа не дура. 300. 150, блин. Блин, ладно, ладно. Это получается, да. В два раза меньше, нежели чем просил. Но в любом случае, спасибо и на этом. Потому что, ну, теперь можно даже купить лего. Это, в принципе, конечно, для меня сейчас не особо важно. Потому что на этом твинке я играю так чисто по фану. Но у меня, если вот зайти сюда. Да, теперь у меня, ну, гляньте, грубо говоря, 4 бравлера нетронутых. Это плюс 2к, 14к. Ну, еще добить Биби и Дэрил. Ну, грубо говоря, 14500 игра пройдена. Даже не напрягаясь, кого-то брать на 500 плюс не надо. В общем, как-то так, ребята. Если вам этот ролик понравился, то обязательно закидывайте лайк. Я очень рад, что у меня это получилось. Понятное дело, от меня это никак не зависело. Но если бы я вчера не пошел и не собрал бы эти бигбоксики. Точнее, один бигбокс, то, возможно, я бы ничего не нашел бы. Ну, а с вами был Мама. Всем удачи, ребята, и всем пока.